Мосгорсуд отказался снимать арест с имущества Василия Алексаняна. Дело в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа закрыли полтора года назад. Уже пять месяцев нет живых и самого Алексаняна. Он скончался после тяжелой болезни в октябре прошлого года. Но снятие ареста с квартиры, машины и изъятых у Алексаняна денег препятствует Симоновская прокуратура под предлогом того, что на покойного могут быть заведены другие уголовные дела. Наша коллега Елена Шмараева разбиралась в этой странной истории. Да, добрый вечер, коллеги. Во-первых, хотелось бы объяснить вообще, как возник этот вопрос об имуществе. Дело в том, что родители Василия Алексаняна, который умер в октябре прошлого года в возрасте 39 лет, через несколько месяцев после смерти сына начали вступать на следство. И так даже выяснилось, что квартира и машина топ-менеджера ЮКОСа, которого обвиняли в хищении акций и имущества компании «Томскнефть», до сих пор арестованы, несмотря на то, что дело прекратили еще в июне 2010 года. А самого Алексаняна нет в живых. В декабре 2011-го Симоновский районный суд Москвы вынес решение об отмене ареста. И казалось, что это простая формальность, которая уже улажена, но неожиданно выяснилось, что прокуратура против. Как пишет сегодня новая газета, прокурор в заявленном протесте написал, что, во-первых, не уведомлены потерпевшие по делу, а во-вторых, в отношении Алексаняна еще могут быть возбуждены уголовные дела. Недоумевая, какие в прекращенном деле могут быть потерпевшие и как можно выдвинуть обвинения против умершего, адвокат Алексаняна Георг Дангян добивался отмены ареста имущества в Мосгорсуде, но не преуспел. Дело отправили на новое рассмотрение в Симоновский районный суд. Напомним, Василия Алексаняна арестовали по делу ЮКОСа в апреле 2006 года. В СИЗО он провел три года. У Алексаняна был ВИЧ, а в изоляторе одна за другой начали развиваться тяжелые болезни. Под арестом ЮКОС и в прошлом успешный топ-менеджер почти ослеп, заболел спидом, туберкулезом и раком лимфосистемы. Но выпустили Алексаняна не по медицинским показаниям, а под рекордный для российской судебной системы залог – 50 миллионов рублей. Кстати, когда семья Алексаняна уже собрала и внесла на депозит сюда эту сумму, стало известно, что Европейский суд по правам человека признал заключение больного арестанта незаконным. Было это в январе 2009 года. Дело Алексаняна передали в суд и начали там рассматривать. Но через полтора года все-таки прекратили. За истечением срока давности. Алексанян смог лично поприсутствовать на нескольких заседаниях, где рассказал, что его не отпускали из СИЗО, требуя в обмен дать показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Во время того же процесса шла речь и об имуществе. Алексанян говорил, что при обыске у него изъяли несколько десятков тысяч долларов наличными, коллекцию дорогих часов и другие ценности. Но потом в деле не оказалось ни протоколов этих обысков, ни фамилии следователей, которые их проводили. Коллеги? Спасибо, Лена. Лена Шмараева вела в нас в курс дела, этого странного дела с Василием Алексаняном, который уже умер некоторое время назад. А у нас в гостях адвокат Василий Алексанян и Георг Дангян. И скажите, что это действительно так? То есть какие потерпевшие по делу, какие новые обвинения, о чем может идти речь? Здравствуйте. Ну, если вкратце, наша позиция вполне понятная и логичная. Значит, мы считаем, что и основана наша позиция, естественно, на законе, что поскольку процесс в его отношении завершен, то арест имущества как мера, которая обеспечивала этот процесс, он не может существовать. Любое обеспечение процесса существует в рамках этого процесса. И поэтому, когда суд, как говорил ваш корреспондент, прекращал дело, он должен был одновременно снять арест его имущества, чего сделано не было. Поэтому мы обратились к соответствующим ходатайствам в Семеновский суд, и он наше ходатайство удовлетворил. Мы считаем, что вынес абсолютно законное, мотивированное решение, а обосновал именно тем, что поскольку уголовное преследование прекращено в отношении него, то арест подлежит отмене. Что и было сделано. Откуда возникла вот протест прокурора, почему, точнее, причины, о них трудно судить, но они мотивируют это тем, что якобы суд при принятии вот этого решения нарушил, не пригласив потерпевших по делу в процесс, он нарушил их права. Но мы говорим, в ответ на это, возражая на этот протест, на эти доводы, мы говорим, ну как же так, потерпевшие – это участники уголовного судопроизводства. Поскольку уголовное судопроизводство в отношении Александрова завершено, и итоговым решением суда является постановление о прекращении дела, о каких потерпевших можно говорить. Нет лиц, которые обладают таким статусом, и, соответственно, ну что нам будет возражать Мосгорсуд, мы увидим, когда будет отписано решение. А ну пока только резолютивная часть. Это что, это бюрократический угар, или это некая злая воля, или какой-то умысел, который за этим стоит? Я просто... Какой может стоять умысел? Не знаю, может быть вопрос в этом имуществе, как-то, может быть... Может, его потом уже нет? Там какая-то собака задает о вашем. Я хотел бы, чтобы было все понятно. Арест наложен не на то имущество, которое было изъято в ходе обыска. Да, я имею в виду ценности, там, деньги. Не на это имущество. Это имущество было изъято в ходе обысков, потом оно не оказалось в деле, как и протоколы самих обысков. Это отдельная история, с которой надо будет разбираться, и родственники намерены с этим разбираться. А о каком имуществе? Арест был наложен на недвижимое имущество, которое было на него оформлено. Это значительная сумма. И машина, да. Это, конечно, намного большая сумма. Поэтому, конечно, у меня в связи с этим возникают определенные опасения, определенные догадки, но это исключительно предположения и догадки. Опасения мои строятся на том, что, естественно, те люди, которые участвовали в отмене законного, обоснованного решения Симоновского суда о снятии арестов, они тоже правоведы и юристы и понимают, что это решение, кроме того, что оно было абсолютно законным, да, на мой взгляд, оно просто безальтернативное. Суд не мог принять иного решения. Это очень важно. Даже если бы он пригласил, обеспечил бы участие всех потерпевших, и все бы потерпевшие явились, все потерпевшие страны явились бы и возражали бы, другой альтернативы у суда не было, как принять решение об отмене. Понимаете, вот в чем парадокс. Правоведы, конечно, должны это понимать. То есть вы намекаете, что какое-то законодательное место, возможно, рейдерство, что-то такое. Понимаете, ну, я, по крайней мере, ничего не могу исключать в данной ситуации. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. На сегодня Мосгорсуд отменил решение и направил материал этот на новое рассмотрение. Посмотрим, как будут развиваться дальше события. Еще точка не поставлена. То, что касается изъятых ценностей и потерявшихся, вы говорите, что будете все-таки как-то их искать? Это зависит от воли родных. Если они посчитают необходимым инициировать какую-то проверку в этом отношении, я думаю, что, конечно, мы будем соответствующие документы процессуально оформлять. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. О том, почему власти не хотят закрыть дело Василия Александровна, мы говорили с его адвокатом Георгом Дангяном. Прямо сейчас прервемся на небольшую рекламу.